МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша сказка хороша, начинай с начала. Я ей объяснил, что я приехал страховать автомобиль, а не квартиру от пожарного отнения. Она сказала, что это входит в перечень услуг. Мы долго с ней рядились. Кто и когда найдет управу на страховые компании? Повышению нет. Мы договорились о том, чтобы ассоциация социального питания взяла на себя ответственность и не допустила хоть какого-либо роста оплаты за школьное питание. Вкусно и полезно покушать за те же деньги возможно. Сколько стоит сесть за парту? Учетом того, что форма школьная, плюс спортивная, плюс обувь, ну и канцтовары, все остальное. Так и выходит все в среднем около 10 тысяч. 1 сентября в цифрах и сметах. Начнем выпуск с темы, которая волнует без преувеличения миллиона автовладельцев по всей России. ОСАГО. Застраховать свое транспортное средство на протяжении долгих месяцев возможно было только переплатив за навязанные дополнительные услуги. Отказываетесь вкупе с автомобилем включить в полис квартиру, дом или собственную жизнь? Приходите к нам в 4 утра, а вось дойдет очередь до вас, но гарантий никаких. Безо всяких угрызений совести отвечали клиентам в страховых компаниях. Парадокс. Без ОСАГО ездить нельзя, а получить его накладно по цене, да еще и нервно. Разберемся, кто и когда найдет управу на страховые компании. Здравствуйте. В полисе есть наличие, да? ОСАГО. Со страхованием в жизни. А без? Без. Почему? Такие условия. С такими условиями соглашаться до недавнего времени приходилось бесчисленному числу россиян. Автовладельцы тщетно пытались взывать к справедливости, жаловаться и писать, и даже обращались на прямые телевизионные линии лично к президенту. Неужели страховое лобби так сильно, что вся страна попала в зависимость? В Ульяновске ситуация с навязыванием своих условий со стороны страховых компаний ничем не отличается от других регионов. Владимир Штурбабин уже вторые сутки обивает пороги одной из организаций в попытках получить заветный полис ОСАГО, застраховав только автомобиль. Но не тут-то было. Там была дополнительная услуга. Страхование квартиры от пожара и наводнения. Я ей объяснил, что я приехал страховать автомобиль, а не квартиру от пожара и наводнения. Она сказала, что это входит в перечень услуг. Мы долго с ней рядились. И я перед тебе объяснил, что я нуждаюсь только в ОСАГО. Мне не нужно страховать то, что она мне навяливает. Мы вообще минут 15 рядились. Ничего не вышло. Я просто встал и ушел. На первый взгляд ситуация безвыходная. Использовать личный транспорт без ОСАГО нельзя. Выход в дополнительных тратах. Как бы добровольно подписывая страховой договор, в котором помимо автомобиля значится либо собственная жизнь, либо дом, квартира, дача, другое ценное имущество. Клиент тратит далеко не лишние, ровно заработанные рубли, но совсем не обязательные услуги. Запомните это. Бывает такая ситуация, когда оформление полиса по необязательным видам страхования становится условием для того, чтобы вам продали полис ОСАГО. Если вы столкнулись с таким, то вы можете предупредить страховщика, что готовы записывать разговор на диктофон или телефон. И начинать делать это, если предупреждение не помогло. А страховые компании, согласно правилам профессиональной деятельности, не вправе этому препятствовать. Второе. Скажите, что подадите претензию, если навязывание не прекратится. Как правило, это помогает. В-третьих, если вы все же купили то, что вам не нужно, то в пятидневный срок можете расторгнуть договор на необязательную страховку и вернуть внесенную премию. И вот, лед тронулся. Стон автовладельцев услышан. Разрушать принцип «вынь да положь» за навязанные услуги стали уже с 31 мая этого года. Так называемый период охлаждения позволяет водителям в течение пяти дней отказаться от подобной добровольной страховки. Более того, за навязывание допов с августа 2014 года для страховщиков введены новые штрафы. Необоснованный отказ страховой организации от выдачи полица ОСАГО карается административным штрафом в 50 тысяч рублей. Но даже многотысячные санкции, применяемые к нарушителям, не останавливают страховые организации от установки своих законов. В пресловутой погоне за рублем некоторым и надзорные органы не указ. Последние годы мы часто сталкивались с нарушениями на страховом рынке со стороны страховых компаний. Полномочия Федеральной темнопольной службы распространяются лишь на одну компанию, Росгострах, которая является монополистом на рынке ОСАГО. В данном случае мы и средства массовой информации получили сведения о новых нарушениях. И со своей стороны мы проведем анализ всей деятельности Росгостраха в 2016 году. При повторении тех нарушений, за которые мы уже накладывали штрафные санкции в размере 700 тысяч в прошлом году, мы вновь наложим штрафные санкции. У ФАС уполномочено наказать монополистов за преднамеренный сговор. Офизлицам, водителям, рассерженным и незаслуженно обиженным с 2016 года стоит направлять свои жалобы в Роспотребнадзор, прокуратуру и Центральный банк России. Одни обеспечивают соблюдение федерального законодательства, другие являются регулятором финансовой сферы и вправе даже отозвать лицензию на тот или иной вид деятельности. На практике же выше изложенные советы потребители используют, правда, не всегда с положительным результатом. Когда начинают ее снимать на телефон, она сразу выключает свой компьютер, уходит и говорит, что произошел с Б-компьютера, компьютер сломался, все, и все, на этом все заканчивается. Итог. Бороться или нет за свои законные права – личное дело каждого. Кому-то по карману кормить страховщиков, но большая часть населения страны считают каждую копеечку. Завершить сагу Аббасага без личных потерь получится лишь отстаивая свои интересы. Артем Петров, Александр Кудряшов, репортер 73. Инфляция и рост цен на продукты скорректировали и вопрос школьного питания. С 1 сентября его стоимость во многих регионах России увеличится. Изменения коснутся цен на завтраки, обеды и ужины. Льготные категории школьников по-прежнему будут обеспечены бесплатным питанием. Среди первых, кто перед учебным годом вынужден прибегнуть к непопулярным мерам, оказались Пензенская область и Екатеринбург. Там о повышении стало известно еще в начале июля. Каким путем в этой ситуации пошла Ульяновская область? Что ждет учеников в школьных столовых? И сколько за полноценный суп, кашу с котлетой и компот придется выложить родителям? Расскажем далее. Теплые цвета способствуют хорошему аппетиту – давно доказанный факт. А потому и дизайн новых центров здорового питания, которые приходят на смену школьным столовым, выдержан в ярких оттенках желтого и оранжевого. В этом году 30-я гимназия наряду с еще несколькими городскими школами попала под программу «Новая школа» и может похвастаться не только хорошим ремонтом, но и обновленным пищеблоком. У нас было заменено все технологическое оборудование. Новая мясорубка, новые овощерезка. Поставлен современный парк «Конвект Автомат». Но самое главное, чем мы очень довольны, нам поставили линию раздачи. Теперь дети и учителя не будут толпиться у одного окошка раздачи. Я надеюсь, что теперь питание детей будет у нас идти еще на лучшем уровне и в соответствии с современными требованиями. Цены на продукты не стоят на месте. Соответственно, операторы школьного питания в свою очередь вынуждены поднимать стоимость завтраков и обедов в школьных столовых. Традиционно это происходит два раза в год. В январе после новогодних каникул и в начале учебного года. Но в этом году ценовая традиция будет нарушена. Все вот эти бывшие школьные столовые, которые по-настоящему превратились уже в центры здорового питания, сегодня просто глаз радуют. И мы договорились о том, чтобы ассоциация социального питания взяла на себя ответственность и не допустила хоть какого-либо роста оплаты за школьное питание. Средняя стоимость школьного питания в Ульяновске сейчас составляет 107 рублей. Сюда входит завтрак и обед. И это один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе. Если, например, в одном из районов Татарстана воспитанники вместе с учителями выращивают овощи и фрукты на пришкольных участках, что кроме снижения стоимости позволяет им разнообразить рацион, то в Ульяновской области решили договориться с операторами. Мы выстроили среди операторов такую систему взаимосвязи с региональными сельхозпроизводителями. И региональные сельхозпроизводители тоже идут, понимая на такую сложность, тоже идут на уступки и по более дешевой цене поставляют операторам социального питания свою продукцию. А те, соответственно, уже могут иметь некий люфт для того, чтобы задержать это у себя. В настоящее время в школах регулярно питается порядка 89% учащихся. Это почти 100 тысяч школьников. Создание центров здорового питания направлено на увеличение этого показателя до 100%. Ведь главная цель работы таких центров – сохранение и укрепление здоровья учащихся, а также формирование культуры питания. Екатерина Мазуряк, Владимир Гаврилов, Олег Тоньшин, репортер 73. Свалки в черте населенных пунктов и близохраняемых объектов, – загрязнение водоемов, почвы, воздуха. Ежедневные экопроблемы, которые, по мнению экспертного сообщества, в конечном счете ведут планету к черте невозврата. Что происходит в отдельно взятой Ульяновской области? Что находится на кончике карандаша у защитников природы? Сколько проверяющих, контролирующих, охраняющих инстанций занимается вопросами окружающей среды в нашем регионе? И кто из них будет бить тревогу в случае проблемной ситуации? Когда обращаются в прокуратуру, понятно, что она подменять не может контрольно-надзорные органы и переправляет материалы для принятия решений уже непосредственно тому органу, который он считает нужным по закону, должен рассматривать, в чьих полномочиях есть, а потом уже перепроверяет, как мы проверяли. Из-за этого и существует такое большое количество и проверяющих, и перепроверяющих. Народ, наверное, частенько в связи с этим говорит, что у семи нянек, у дитя без присмотра, без глаза, что вроде органов контролирующих много, а нарушения повторяются. Об этом и не только. Смотрите программу «Разберемся» на канале «Репортер 73» в четверг, 1 сентября, 18 часов 30 минут. Глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской назвал города России с наихудшей экологической ситуацией в интервью газете «Ведомости». Дзержинск, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Магнитогорск, Москва, Норильск, Челябинск и Чита. В своих оценках Донской ориентировался на показатели загрязнения воздуха, которые являются основным фактором, влияющим на здоровье людей. При этом он подчеркнул, что власти городов и регионов стали больше внимания уделять экологии. Ежегодный экологический рейтинг Минприроды опубликует в октябре, сообщил министр. В нем отразят не только текущую ситуацию, но и меры, которые предпринимают власти. Главный эколог страны выразил надежду, что это станет ориентиром для регионов. И далее коротко о событиях из жизни нашей губернии. Аграрии Ульяновской области уже намолотили более 1,3 млн тонн зерна. За последние 19 лет это лучший показатель. Средняя урожайность зерновых культур составляет 24,5 центнера с гектара и является рекордной за всю историю региона. Причем, по данному показателю, губерния находится на 4-м месте в Приволжском федеральном округе, а у нас в лидерах урожайности числятся Чердоклинский, Меликенский и Ульяновские районы. Как сообщили специалисты областного министерства сельского лесного хозяйства и природных ресурсов, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади около 600 тысяч гектаров. И уборочная уже завершена в Павловском и Барышском, Индзинском и Новоспасском, Радищевском и Сингелеевском, а также в Старокулаткинском и Ульяновском районах. Параллельно с уборкой в регионе проходит сев озимых культур, которые в настоящее время посеяны на площади, превышающей 100 тысяч гектаров, то есть около 40% от плана. Почти треть пешеходных переходов вблизи образовательных организаций эксплуатируется с нарушениями, сообщает Российская госавтоинспекция накануне учебного года. Например, по данным ГИБДД, на 4 тысячах переходов отсутствует или плохо различима зебра. Отмечено также неправильное применение дорожных знаков, обозначающих пешеходный переход. Тем временем в Ульяновске дорожные полицейские совместно с представителями детских подростковых клубов провели очередную профилактическую акцию под названием «Пешеход, иди на переход». Я считаю, что пропаганда, как раз вот, допустим, правила дорожного движения, начиная с такого возраста, это, наверное, самые положительные моменты, которые активно идут в массы и, наверное, откладываются в голове у детей, а потом в последующем вырастают они положительными водителями, соблюдающими правила дорожного движения. Управление МЧС России Пульянской области совместно с Российским Союзом Спасателей провело конкурс «Селфи» юной пожарной. Дети публиковали свои автопортреты в открытый альбом сообщества регионального управления в одной из социальных сетей. Обязательное условие «Селфи» должно быть сделано с любой пожарной атрибутикой МЧС России за рулем автоцисцерны, в боевке огнеборцев, рядом со спецоборудованием, с любыми противопожарными средствами. Сам конкурс именно вот в таком формате проводился главным управлением впервые. Активное участие приняли дети, проявили творческий подход. И мы надеемся, что в будущем количество участников увеличится, и дети будут также принимать активное участие в подобных конкурсах. Активное участие в селфи-конкурсе приняли не только ребята из школы детских садов Ульяновска, но и из разных районов нашей области. Победителем признана 15-летняя Ульяна Аледдинова из города Инза. Поздравляя победителей, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Равиль Идиатулов отметил, что эти ребята – надежные помощники для сотрудников ведомства в деле профилактики пожаров. Успеть накататься. Скоро осень, а значит, не за горами закрытие мотосезона. Судя по последним сводкам от ДТП, мотоциклисты решили взять от последних погожих денечков все и сразу. Только вот о технике безопасности почему-то забыли. Так, например, в Заволжье мотоциклист не справился с управлением и упал на дорогу. Пострадала пассажирка, а водитель скрылся, бросил женщину на месте происшествия. Хорошо, что серьезных травм в результате этой аварии никто не получил. Однако, есть и другие примеры. Только за выходные дни произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов. И не все они закончились удачно. На улице Юнг Северного флота, 107, город Один Травград. По предварительной информации, 25-летний водитель мотоцикла в мотошлеме, не имеющий категории А для управления мотоциклом, при движении не выиграл безопасную дистанцию и совершил столкновение с передидвившимся автомобилем ВАЗ-2109 под управлением водителя 19 лет. В результате происшествия водитель мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализировал в больницу, где от полученных травм скончался. Также с участием мотоциклиста произошла авария в Чердаклах, где несовершеннолетний водитель мотоцикла решил помериться силами с КамАЗом. По словам очевидцев, молодой человек решил с правой стороны обогнать грузовик. Поскольку увидел, что машина, едущая со стороны Димитровграда, она недалеко, я начал поворачивать налево. Машины притормаживали, пропустили меня, а справа обгонял мопед девушкой с парнем. Парень с девушкой. А, то есть они по правой стороне, да? Да, по правой, по обочине они обгоняли поток машин и врезали в колесо. Я тормознул, я встал уже, они приехали и ударили в колесо. В ГИБДД отмечают, что инспекторам зачастую приходится сталкиваться с тем, что лица, управляющие двухколесным транспортом, не используют мотошлемы, нарушают скоростной режим, а мотоциклы имеют множество технических неисправностей и не зарегистрированы в установленном порядке. Игнорируя запреты, за рулем оказываются неподготовленные водители, которые не знают правил дорожного движения и не выполняют их. Так, с начала года на территории области зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, в которых 7 подростков получили травмы различной степени тяжести. Один пассажир мотоцикла погиб. На дорогах случаются не только трагические случаи. В преддверии 1 сентября инспекторы областного ГИБДД совместно с ребятами из подросткового клуба «Симберцит» вышли на улицы для того, чтобы напомнить водителям о том, что совсем скоро на дорогах появятся школьники, а значит, автомобилисты должны стать внимательнее. «На когда, в основном, ничего происходит? Когда нарушили скоростного режима? По главной причине. Конечно, пешеходные переходы. Они не знают, что они не знают. Они не знают, как машина может остановиться. Вот, поэтому, главное, что они не знают. Они не знают, что они не знают, что они не знают. Однако и пешеходы должны помнить и соблюдать правила движения, особенно в районе нерегулируемых пешеходных переходов. «Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы позаботились о безопасности своих детей, чтобы заблаговременно прошли безопасный маршрут от дома до школы, от школы до дома, чтобы на своем примере они показали, как правильно переходить дорогу». Власти Киева разрешили школам украинской столицы отменить школьные линейки к 1 сентября. Такой формат начала учебного года соседняя страна теперь считает пережитком советского прошлого. В сообщении, разосланном в киевские школы, говорится, что каждое учреждение теперь может самостоятельно определить время и место проведения праздника. Кстати, в нашей стране традиции празднования Дня Знаний уже более 80 лет, и торжественная линейка всегда была неизменным атрибутом начала осени и школьной поры с первоклассниками в центре внимания. В регионе в этом году их 12,5 тысяч. Пока родители готовятся к этому важному событию морально, мы подсчитали, во сколько обходятся сборы школьников. Материальный вопрос в следующем сюжете. От 15 до 35 тысяч рублей – таков индекс первоклассников в зависимости от его места проживания. Самыми дорогими сборы в школу считаются в столице. Москвичам, чтобы одеть, обуть свое чадо и укомплектовать ранец требуется в среднем от 25 до 35 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом цены изменились незначительно, но все так же бьют по карману, считают многие родители. В Ульяновске сумма сбора ребенка в школу, независимо от класса, приравнивается к средней заработной плате в регионе и превышает прожиточный минимум. С учетом того, что форма школьная, плюс спортивная, плюс обувь, ну и констовары, все остальное. Так и выходит все в среднем около 10 тысяч. Самыми затратными пунктами в списке покупок к первому сентября были и остаются одежда и обувь. На школьный костюм требуется в среднем 3-4 тысячи рублей. Далее сменная обувь. Кожаные туфли обойдутся в 2-3 тысячи. 1-2 тысячи придется выложить за кроссовки и еще столько же за спортивную форму. Далее констовары. Для первоклассников, кстати, перечень значительно шире. Тетради, ручки, карандаши, клей, точилка, линейка, пенал, ножницы, альбом для рисования, краски, кисти, пластилин, папки для тетради, обложки. На все это уйдет от 700 до 1500. И, наконец, рюкзак для всего этого богатства. Ранец для младших школьников должен соответствовать определенным требованиям. Ортопедическая спинка, широкие лямки и наличие световозвращающих элементов. Такой можно купить от 2 тысяч до 7 в зависимости от производителя. Итого, школьник родителям обходится в копеечку. 10-15 тысяч рублей на одного ребенка, не считая сотни потраченных нервных клеток. Учебники нам в гимназии все выдают, поэтому рабочая тетрадь закупил родительский комитет, поэтому мы так сейчас уже в щадящем режиме, так скажем, готовимся. Теперь морально только готовимся. Вот, все. Кстати, именно моральной подготовке к школе психологи советуют уделить отдельное внимание. А детей необходимо заранее настраивать на правильный режим дня, чтобы избежать излишней нагрузки на организм. Особенно это касается первоклассников, которые только начинают привыкать к новому распорядку. Два с половиной часа на активный отдых, на прогулки. Учение уроков должно занимать не более часа, в промежутке от 4 до 6 часов вечера, то есть от 4 до 5 или с 5 до 6 ребенок должен учить уроки. Затем свободное время и отход ко сну. В этом году первый раз в первый класс в Ульяновской области идет 12,5 тысяч ребят. Всего же к первому звонку готовится около 115 тысяч школьников. Как настроить перед школой? Страшно немного. Почему? Потому что волнуюсь. В школу хочешь идти? Нет. Почему? В 9 класс экзамен. Какие у тебя любимые уроки? Окружающие. ИЗО. Так-то на уроки не очень хочется. Если перемены, то да. Екатерина Мазуряк, Олег Тоншин, Константин Никитин, репортер 73. Национальная хоккейная лига объявила, что не видит препятствий для использования игроками препарата мельдоний. Ранее Всемирное антидопинговое агентство объявило мельдоний допингом и внесло его в список запрещенных препаратов. Бывший глава континентальной хоккейной лиги Александр Медведев сообщил, что коллеги из НХЛ разрешили использовать мельдоний. По мнению руководства Заокеанской хоккейной лиги, разработанный в советское время мельдоний не является допингом. Более того, этот препарат считается хорошим восстановительным средством. Эти решения НХЛ полностью противоречат установкам ВАДа, внесшего мельдоний в список запрещенных препаратов. По сообщениям ТАСС, заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли отметил, что несмотря ни на что, мельдоний с предстоящего сезона будет внесен в список запрещенных препаратов для игроков НХЛ. Далее, коротко о других спортивных событиях. Продолжая тему хоккея, только теперь русского. Сборная России по хоккею с мячом проведет два контрольных матча в Ульяновске против команды «Волга». Игры назначены на 10 и 11 сентября в 13 часов дня. Как сообщает тренерский штаб Национальной сборной России, для подготовки к матчам вызвано 19 хоккеистов, представляющих 10 клубов. Енисей, СКА «Нефтяник», «Водник», Московская и Казанская «Динамо», «Байкал», «Энергия», «Кузбасс» и «Сипсельмаш», а также шведских «Венерсборг» и «Санкт-Виккин». В Ульяновск команда прибудет в пятницу 9 сентября и проведет вечернюю тренировку на льду «Волга» спорт-арены. Победа осталась за «Зенитом». 29 августа в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу среди команд 2-го дивизиона «Урала» при «Волжской зоне» Ульяновская «Волга» на своем поле принимала гостей из Ижевского «Зенита». Команды, которые до начала тура шли вровень, после этого поединка оказались по разные стороны турнирной таблицы. Гости на первых позициях, а желто-черные за первой тройкой. На 29-й минуте встречи счет в матче открыл «Зенитчик» Павел Шадрин. Но уже к концовке первого тайма волжанин Радик Хайрулов сравнял цифры на табло. Но сохранить даже одно очко по итогам встречи у «Волги» не получилось. Во второй 45-минутке все тот же Шадрин дважды прозил ворота Дмитрия Красильникова. Итоговый счет 1-3 в пользу гостей из Ижевска. В Ульяновске состоится суточный марафон. Легкоатлетический забег будет проходить с 12 часов дня 16 сентября до 12 часов 17 сентября на базе биатлонного центра «Заря» в Заворском районе. Участвовать в забеге могут все желающие при наличии медицинского допуска. Во время соревнований участникам разрешается отметиться у судей и сойти с дистанцией для отдыха и приема пищи. Как отвечают организаторы, передвигаться можно бегом, обычным ходом или скандинавской ходьбой. Победителей, преодолевших наибольшую дистанцию в своей возрастной группе, а их будет 5, наградят кубками, медалями и призами. Кроме того, все участники суточного забега получат соответствующие сертификаты. Читайте в 35-м номере «Аргументов и фактов» 31 августа. Номер открывается материалом «Собственники руин». А ИВ возвращается к теме, которая поднималась еще в ноябре 2013 года. Тогда в редакцию обратились жители дома номер 12 по улице Маяковского, которых жестоко обманули представители фирмы-застройщика, воздвигавшие рядом с их ветким жилищем 18-этажный небоскреб. Но сейчас они, возможно, теряют последнюю надежду переселиться из-под крыши, которая может обрушиться в любой момент. Тема второй полосы – за что пешеходы и водители ненавидят друг друга. А также, как после пожара житель села Ясашная отошла, отстроился, но из-за ошибки чиновников кадастровой палаты не может оформить землю под домом в собственность. Гостем этого номера перед началом учебного года стал Ишеевский учитель физики Петр Головин. В школе он с 1978 года, а сельским учителем работает аж с 1970-го. Тема номера на четвертой странице – за что плачешь, садовод? В Мирном СНТ «Дружба» ведет перестрелку исками с садоводами. Есть жертвы. На 14-й полосе материал «Августовский зуд». Что случилось в нашем городке, что стали выкорчевывать новые скамейки и ставить вновь новые – тренажеры селить около мусоросборников, а траву стричь и ветки обрезать в августе. На 15-й полосе материал, который касается всех. «РИЦ» объясняет ульяновцам, как платить за отопление в новом сезоне. И традиционно на 10-й и 11-й полосах ищите программу «Репортера 73» на предстоящую неделю. Лёвушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Лёвушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Лёвушкино студио. Меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А. Телефон 70-09-49. Объявление для тех, кто нуждается в дополнительном заработке. Требуется помощница по уходу за больным. Более подробная информация по телефону 70-20-25. А теперь важная информация от «Репортера 73». Запомните телефон рекламного отдела 30-41-73. Здесь есть всё. От рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 30-41-73. И вы в эфире. Это всё на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова